Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Добрый вечер! Добрый вечер! Лучшие спортсмены России в возрасте 12-14, 15-17 лет. Они все уже приехали? Где-то начиная с четверга, 19-го числа заезжают российские команды, с 18-го заезжают дальневосточники, и также гости у нас из Республики Казахстан, национальная сборная. У них будет время и возможность потренироваться, попробовать здесь? У нас уже есть предварительное обязательство по предоставлению площадок для тренировки, ну и в том числе досуг. У нас очень любят ездить смотреть в Рыбное, Константиново, на родину Есенина, поэтому... То есть культурная программа тоже будет? Обязательно, обязательно, да. Расскажите о том, как готовилась наша команда, о самых сильных спортсменах, о тех, на кого все надежды. Сейчас у нас и по юношам, и по юниорам есть хорошие ребята, которые очень достойно выступали. Месяц назад мы вернулись с чемпионата Европы среди клубов и международного турнира Турция Опен. Взяли две золотых медали, серебро и семь бронзовых. Это очень высокий результат. Традиционно за последние три года у нас стабильно выступает Канаев Андрей, двукратный победитель первенства России, призер Европы и мира. Поэтому мы ждем, конечно, стабильность от его выступлений. Также у нас хорошо выступают девушки сейчас. Зайцева Татьяна, Малышева Александра. Они также были у нас призерами на международных соревнованиях. Зайцева была победительницей турнира в Лас-Вегасе высокого статуса от G2. Поэтому как-то основные ребята. Также ждем, конечно, новых имен, новых прорывов от молодых ребят. Как долго нужно тренироваться и почему девушкам интересен этот вид спорта? Насколько это сложно? Какие-то особенности, о которых стоило бы знать? Я могу сказать, что для хорошего результата, наверное, средний стаж тренировок 5 лет. Когда можно что-то серьезное ждать. Потому что олимпийский вид спорта очень массовый, очень большая, высокая конкуренция. То есть в весовых категориях бывает до 65 спортсменов. Из них только один становится первым. Причем все соревнования и поединок идет на выбывание. Нет шанса второго раза. Если ты проиграл, ты закончил выступление. Поэтому требуется достаточно серьезная подготовка. Девушек, да, у нас ежегодно прибавляется по статистике девушки. На последнее первенство России из 800 участников где-то 350 были девушки. И практически в весовых категориях в некоторых они не отличаются количеством от мальчиков, от юношей. Но тэквондо отличается очень большой вариативностью принятия решений в очень минимальные сроки времени. Поэтому аналитическое мышление очень развивается. Мы знаем из правил, из опыта в школе девушки учатся лучше ребят. Поэтому, наверное, у них быстрее это получается на каком-то этапе. И, что немаловажно, вид спорта ударный. Фигура у девушек не портится. Я вот как раз жду, чтобы задать этот вопрос. Она не портится, как в некоторых единоборствах. А наоборот, укрепляет мышечный тонус. И девушки занимаются очень долго. Неоднократно, например, рожает первое, второе ребенка возвращается. И держит себя в очень хорошей форме. А как давно этот вид спорта вообще стал популярен в Рязани? У нас многие как-то отходят на второй план, потом в какой-то период возвращаются. Некоторые долго не принимают. Такое активное у нас развитие в Рязани пошло с 2004 года. То есть до этого были различные группы, такие разрозненные любители, кто занимался. С 2004 года мы создали федерацию во главе с Андреем Владимировичем. И с тех пор, это уже 2011 год, такого активного развития. И достаточно динамично мы развиваемся. В прошлом году в Министерстве спорта России наш вид спорта Тэквондо на территории Рязанской области признала базовым. То есть это теперь один из 12 видов спорта, которые приоритетно имеют развитие на территории нашего региона. Как будут проходить ближайшие соревнования в эти выходные? На какой площадке, давайте расскажем телезрителям, которые захотят это увидеть лично? В Ледовом дворце спорта Олимпийский 21-22 марта с 9.30 до 20 часов будут эти поединки. Финальные поединки, полуфинальные будут проходить после 17 часов. 21 марта в субботу в 14 часов будет торжественное открытие. Пять площадок, юноши, девушки и 1100 спортсменов. Из них призеры мира, в том числе наш призер мира Андрей Канаев. Также заявлено, я смотрел, Сакоев Сармат с Осетии едет, с Северной Осетии Аланья. Также у нас заявлено несколько девочек-призерок мира. Рожина Елизавета из Курганской области приезжает. Конкуренция очень серьезная. Да, в некоторых весах я посмотрел, даже сейчас сложно прогнозировать победителя, потому что есть такие темные лошадки, все вроде смотрят на известных спортсменов. Да, потом юниоры, они очень часто меняются. Совершенно верно. Кто-то подрос, кто-то стал сильнее. Пришел 2-3 весовые категории, там другая динамика, другой темп, другая сила. Ну, а хочу отметить, что у нас впервые в России на этих соревнованиях будут применяться электронные шлема. То есть у нас защитная экипировка, она с течением времени требований Международного Олимпийского комитета внедряется электронные. Для того, чтобы убрать человеческий фактор на судействе, у нас ввели электронные жилеты. То есть балл считывается дистанционно, без участия человека. И в данный момент ввели шлема такие, для того, чтобы тоже оценка головы, она очень различается. Если в корпус дается 1 балл, то за удар в голову 3 или 4 балла. Поэтому для того, чтобы убрать человеческий фактор судейства, вводятся электронные шлема. Они впервые, вот мы сейчас на чемпионате Европы среди клубов Турции, на них работали. Сейчас в Российской Федерации еще не было соревнований с этой экипировкой. И вот здесь впервые мы будем опробовать. Это очень для нас будет полезно, потому что ребята, есть своя специфика работы, тоже к ним надо привыкнуть. Поэтому здесь будем проводить. Особые гости, которые будут наблюдать за успехами спортсменов, наверняка в любом случае будут. Да, конечно, мы приглашаем, безусловно, и правительство области, которое оказывает большое внимание развитию спорта. Я говорю за свой спорт, конкретно за тэквондо. Мы стараемся, скажем так, это доверие оправдывать. Мы за последние 2 года завоевали только 4 золотые медали на первенствах России. Я даже не беру уровень центрально-федеральный, это для нас обыденность. Скажу, может быть, не струнно. Уже привыкли. Это мы привыкли, да, золото, серебро, бронзе. Россия, серебро, бронзе, мир, серебро, Европа, серебро. Пока вот у нас есть, мы не можем взять пока золото на мире. На сегодняшний момент, ну, может быть, я не знаю, вырежете, не вырежете, но санкции имеют место тоже. Если нас судят западные судьи, нам тяжело. Поэтому вот как тренер сборной в этот раз на чемпионате мира у нас было 6 финалов и только одно золото. То есть, два финала у нас просто забрали. Ну, они, наверное, кому-то были нужнее в этот раз. Поэтому как бы вот так. Но в любом случае мы стараемся. Я думаю, что рязанец рано или поздно. Тем более хочу отметить, что вот этот финал Канаева Андрея и американца Джошуа, он был, по мнению, судей. То есть, они уже встречались в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе Андрей стал первым, он его выиграл. Через полгода два сильнейших опять встречаются на другой мировой площадке. И тут опять они в основном время 0-0, дополнительное время 0-0. И, по мнению судей, победа ушла американцу. Ну, там как бы было все ровно. Поэтому, конечно, очень обидно, что у него дома мы победили, а на чемпионате мира победа так ушла. Но ничего злее будет, умнее будет. А что ожидают победители этих соревнований? Значит, первая тройка призеров, они получают определенный рейтинг. И на предстоящих первенствах России в Волгограде и в шахтах Ростовской области, они будут разводиться друг от друга от сильнейших спортсменов, чтобы, например, они где-то на стадии квалификационного отбора не встретились в первых боях. Но мы, как тренеры сборной, заинтересованы, чтобы сильнейшие ребята, они все-таки сходились между тобой уже в финальных схватках, для того, чтобы максимально усилить состав национальной сборной. Спасибо за эту встречу, мы желаем вам удачи. А если наши телезрители что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. На сегодня все, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова